Моторами из резиновых нитей оснащались уже самые первые летающие модели с воздушными винтами. Вот такую модель построил еще в 1871 году Альфонс Пинно, член французского воздухоплавательного общества. В 1880 году игрушечный самолетик этой же конструкции получили в подарок от своего отца два американских мальчика Уилбур и Орвил Райты. Эта игрушка пробудила их интерес к авиации, так что им самим захотелось построить настоящий самолет и полететь на нем. И вот мечта сбылась. 17 декабря 1903 года созданный братьями Райт самолет, правда уже не с резиновым, а с бензиновым двигателем, совершил свой первый полет. И это было всего 100 с небольшим лет назад. Прежде чем пускать самолетики, мы займемся исследованием физических свойств резинового мотора. На общем основании мы закрепили несколько датчиков. Датчик вращения будет считать сделанные мотором обороты. На датчик силы через рычаг будет передаваться вращающее усилие мотора. Запустим программу и начнем закручивать мотор. График на экране показывает, как сила, с которой рычаг действует на датчик силы, зависит от числа сделанных оборотов. Мы закрутили мотор на 220 оборотов. Теперь дадим ему раскрутиться. Видно, что сила при раскрутке заметно меньше силы при закрутке. Так проявляет себя внутреннее трение резины. Попросим компьютер посчитать работу, которую мы совершили при закручивании резины, и работу, которую сам мотор совершил при раскручивании резины. Работа по закручиванию равна 16 джоулям. А при раскручивании мотор отдал обратно 8 джоулей. Остальные 8 джоулей ушли в тепло. Так что коэффициент полезного действия резинового мотора составляет около 50%. Давайте теперь определим мощность, которую наш мотор развивает под какой-то определенной нагрузкой. Мысленно приделаем к мотору блок с радиусом равным плечу рычага. И намотаем на него веревку с грузом. Мы помним, что мощность это сила умноженная на скорость. Сила, с которой веревка тянет за груз, равна силе, с которой рычаг упирается в датчик. Потому что плечи этих сил равны. А скорость надо брать ту, с которой движутся точки на ободе блока. Ведь именно с этой скоростью поднимается груз. Мы закрепили на оси мотора достаточно массивный маховик. А установку поставили вертикально, чтобы уменьшить биение при вращении. Резину снова закрутили на 200 оборотов. Когда мы отпустим маховик, на экране нарисуется график, показывающий, как мощность мотора зависит от времени. Запустим программу и отпустим маховик. Он постепенно набирает обороты. И мощность мотора достигает величины примерно в половину ватта. Резина крутится, раскрутилась. Теперь маховик по инерции продолжает закручивать ее дальше. Мощность стала отрицательной. А теперь снова резина закручивает маховик. Маховик движется быстрее. И где мощность больше нуля, там работает резина. А где меньше нуля, как сейчас, там работает маховик. Эти колебания постепенно затухают, пока маховик не остановится совсем. А теперь мы запустим свой собственный самолетик. Мы купили эту сборную модель в соседнем магазине. Поставим на место крыло и хвостовое перение. Закрепим все детали и пойдем на улицу. Заведем мотор так, чтобы на резине появились первые барашки. Теперь дадим образоваться вторым барашкам. Пожалуй, хватит. Все готово. Полетели! ПОДПИШИСЬ!